Привет! Канал компании «АвтоСтронг» – это интереснейший ресурс, в котором мы вам рассказываем все о БУ-запчастях. Помните, компания «АвтоСтронг» – это компания, в которой 160 тысяч очень качественных запчастей, классный сервис и быстрая доставка. Действуем по схеме. Вы просите, мы разбираем долгожданный BMW M54. Рядные бензиновые шестерки M54 появились в 2000 году. Дебютировали трехлитровые версии на кроссовере BMW X5. В конце 2000 года появились версии 2.2 и 2.5 литра. Сегодня мы будем разбирать самую младшую версию. Данные версии имеют наименьший диаметр цилиндров и наименьший ход поршней. Версии 2.5 и 3.0 имеют одинаковый диаметр цилиндров, но ходом поршня отличаются. От своих предшественников моторов M52 агрегаты M54 отличаются. А именно здесь электронная дроссельная заслонка, электроуправляемый термостат и отсутствует обратная линия в топливной магистрали. Семейство двигателей M54 выпускалось до 2006 года. Вообще, этот двигатель очень надежный. У него две цепи ГРМ, ремень вспомогательных агрегатов рассчитан на весь срок службы. В алюминиевый блок помещены чугунные гильзы, которые можно точить. Также производитель предусмотрел ремонтные размеры поршневых колец, а также коренных и шатунных вкладышей. Но косяки в двигателе M54 все-таки есть. Сейчас мы подробно об этом расскажем. Двигателю M54 свойственно плавание оборотов. При этом фиксируются пропуски зажигания в цилиндрах. Причин может быть масса. От форсунок, свечей зажигания, катушек, провода массы, забитого топливного насоса и расходомера. До изношенного топливного насоса, растянутой цепи и просевших гидрокомпенсаторов. Немецкие инженеры выпустили обновленное ПО, которое было призвано побороть часть этих врожденных недостатков. Обычно эта проблема обострялась в межсезонье, то есть в морозную и сырую погоду. Клапанная крышка имеет неприятную особенность. Она трескается и пропускает масло. Также двигатель пропускает масло через прокладку клапанной крышки. Это масло можно увидеть на теплоэкранах, которые стоят над выпускным коллектором. Со временем алюминиевый кронштейн масляного фильтра может дать течь маслом. Тогда масло можно увидеть на левой части двигателя. Запотевание масла может огорчить уплотнение по стыку масляного поддона и блока. Также может дать течь задний сальник коленвала. При больших пробегах начинает потеть трубка щупа в месте, где она входит в поддон. Вот здесь находится трубка, подающая масло в блок Ванос. Она тоже может запотеть маслом. Также масло может попадать в свечные колодцы. Ну что, надо звать Павлика, и мы начинаем нашу разборочку. Пластиковый выпускной коллектор на двигателе М54 недолговечен и может треснуть. Из-за этого возникают подсосы воздуха. Обычно трещины возникают из-за проблем в системе вентиляции картера. Пускной коллектор оборудован механизмом изменения его длины, благодаря которому регулируются потоки колебания воздуха в нем. В коллекторе есть длины и короткие каналы, а регулируются они вот такой пластиковой заслонкой. Пластиковая заслонка посажена на пластиковую ось. Со временем заслонка и посадочные места изнашиваются и заслонка начинает болтаться и перестает выполнять свои функции. При этом на работающем двигателе слышны треск и ударчики. При таком раскладе заслонка может просто отломаться и улететь в направлении впускных каналов. Фрагменты поломанной заслонки улетят туда же и это приведет к очень дорогостоящему ремонту со вскрытием двигателя. Привод заслонки вакуумный. Иногда здесь изнашиваются мембраны и тогда заслонка перестает двигаться. Для реставрации этой заслонки продают комплекты неоригинальные с стальным рычажком и стальной осью. Но вы знаете, что лучше это оригинал в автостронге. В системе вентиляции картерных газов присутствует хлопотный дифференциальный клапан. Мембрана там может разрушиться и задубеть. Также в зимнее время он может замерзнуть и закупориться. В нем перемерзает конденсат, то есть влага, которая находится в картерных газах. Риск перемерзания уже существует при минус 15 градусах. Для предотвращения таких проблем клапаны на моторах M54 утепляются. Из-за проблем с клапаном картерные газы перестают удаляться и тогда они начинают подпирать некоторые уплотнения двигателя. Первым сдается прокладка клапанной крышки. Затем подпирающие газы плохо влияют на маслосъемные кольца. Маслосъемные кольца перестают выполнять свои функции и закоксовываются. Кроме того, трескается трубка от клапанной крышки к клапану, а также от клапана ко впускному коллектору. Тогда возникают подсосы воздуха. Как видите, клапан расположен очень неудобно под впускным коллектором. Его замена очень трудозатратна. Мембрана в клапане живет 5 лет. Отсеянное клапаном масло стекает в картер по трубке щупа. Надо проверять ее проходимость. Со временем и большим пробегом в корпусе стакана масляного фильтра изнашивается его обратный клапан. А именно появляется выработка между ним и его каналом. Во время стоянки масло стекает из стакана. Из-за этого маслонасосу при запуске двигателя надо время, чтобы накачать масло в стакан. На это указывает индикатор низкого давления масла, который горит непродолжительное время после запуска двигателя. Казалось бы ничего страшного, но при запуске двигателя пары трения работают без должного давления масла. В перспективе можно дожить до задиров, либо до проворота вкладышей. Термостат рассчитан на открытие при температуре двигателя в 97 градусов. Он управляется электронным блоком управления и может открыться раньше. Термостат недолговечен и имеет неприятное свойство открываться при более высоких температурах. Причем блок управления никак не реагирует на температуру двигателя в 115 градусов. И даже на панели приборов стрелка показывает 90 градусов. Хотя через меню можно увидеть реальную температуру двигателя. Также в системе охлаждения двигателя M54 нужно следить за виском, муфтой вентилятора. Она может заблокироваться. Вентилятор раскрутится так, что разнесет сам себя и его остатки могут повредить радиатор либо же патрубки системы охлаждения. На вариантах двигателя с электронным вентилятором нужно следить за его работоспособностью. Обычно его могут подвести окислившиеся контакты либо же перебитые провода. Также не стоит забывать про крышку расширительного бачка системы охлаждения. Крышка держит давление в 200 бар. Если клапан в ней начнет подклинивать, то может разлететься сам бачок, патрубки и даже радиатор. Вот она красавица, рядная шестерка от BMW. Состояние у нас огонь. А такой типичный лаковый налет соответствует горячим моторам BMW. Известная проблема двигателя M54 это жор масла из-за маслосъемных колпачков. Маслосъемные колпачки дубеют и начинают пропускать масло. Из-за маслосъемных колпачков двигатель может есть масло до 500 грамм на 1000 километров. Если аппетит больше, значит дело не только в маслосъемных колпачках. Но в этом двигателе мы не видим масла на клапанах, значит здесь с маслосъемными колпачками все в порядке. Фазовращатели VanoS находятся в едином блоке с управляющими клапанами. При больших пробегах дубеют резинки, из-за этого начинается течь масло. В результате изменения фаз происходит с опозданием. На практике двигатель плохо тянет на низких оборотах, а потом после 3000 грамм оживает. Для реставрации предлагаются неоригинальные резиновые колечки. Управляющие клапаны страдают от некачественного масла и мусора в нем. Нарушается ход иглы, и это моментально сказывается на отклике двигателя. Короткая цепь приводит впускной распредвал. Сейчас будем снимать длинную цепь. Фазовwirtschaft Фазов 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 Дай Фазов Цепь на двигателях M54 очень надежная и ходит 300 тысяч километров и даже более. На данном 2,2 литровом двигателе она ходит 500 тысяч километров. Состояние цепи можно определить по выступанию штока гидронатяжителя. На двигателе вы можете увидеть этот шток, сняв переднюю часть клапанной крышки. При больших пробегах могут подвести успокоители цепи. Дело в том, что со временем они становятся хрупкими. То есть при холодном запуске один из успокоителей может надломаться и тогда мы услышим лязг цепи. Эту проблему надо решать незамедлительно. Бывает так, что из-за сильного жора масла владелец не замечает уменьшение уровня этого масла и тогда гидрокомпенсаторы завоздушиваются. Когда они завоздушиваются, то они продавливаются и из-за этого появляется в моторе металлический стук. Естественно, это стучат гидрокомпенсаторы. Паша, ты на меня открутил что-то, я тебе отвечаю. Дубль два. ГПЦ у нас хорошая, ровненькая, чистенькая. Следов массажера мы здесь не видим. Хотя к пробегу в 200 тысяч километров очень большая вероятность, что мотор начнет подъедать масло. По цилиндрам у нас никакого износа, он присутствует, задиров нет. А вот на донышках поршней мы видим небольшие следы масложора. Какой-никакой аппетит у этого мотора был масляный. Блок мотора М54 алюминиевый с помещенными в него чугунными гильзами. Производитель предусмотрел аж два ремонтных размера, то есть эти гильзы можно точить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая неприятная и дорогостоящая проблема в двигателе М54 это расход масла на угар. Производитель говорит, что двигатель может расходовать до литра масла на тысячу километров, но эксплуатировать такой двигатель весьма накладно. Жор масла возникает при пробегах в 150 тысяч километров при закоксовывании тонких маслосъемных коробчатых колец. То есть они просто перестают снимать масло. И эту проблему мы видим на наших поршнях. Обратите внимание, что маслосъемное кольцо закоксовано, но не потеряло подвижность. Эта проблема лечится заменой поршневых колец. Некоторые владельцы меняют поршневые кольца с М54 на поршневые кольца наборной конструкции с мотора М52TU. Обратим внимание на износ шатунных вкладышей. Он здесь есть, но не критичен. Также обратим внимание на юбки поршней. Они здесь разделенные. Это особенность двигателя объемом 2,2 мм. Это сделано для снижения термонагруженности поршней и вероятности их заклинивания. Также эти юбки помогли инженерам уменьшить расстояние между стенками цилиндров и поршнями. Потому что такой поршень расширяется более прогнозируемо при нагревах. То есть риск легкой деформации минимальный. Состояние коренных вкладышей не критическое. То есть есть потертость, но это не смертельно. Состояние коленвала у нас вообще никаких нареканий не вызывает. И, кстати, существует несколько ремонтных размеров для коленвала и вкладышей. Разборка закончена и сегодня мы разобрали отличный и надежный мотор. Но тема масложёра не обошла и его. Если вы хотите знать о моторах, коробках и других запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Нам будет очень приятно. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok